Пятнистая бронзовка Получил этот жук из-за большого количества белых пятен на фоне блестящего черного цвета Шесть белых точек на передней спинке проходят двумя параллельными продольными рядами с двух сторон Если его взять руками, то он выпускает из-за непроходного отверстия вонючую беловатую жидкость Жидкость с неприятным запахом и довольно стойким, руки пахнут несколько часов У этого жука достаточно много русских названий Многие называют его по-разному Бронзовка траурная Аленка мохнатая Ребая Аленка Зловонная бронзовка Пятнистая бронзовка Но самое, что ни на есть подходящее для этого жука название Вонючая бронзовка Аленка мохнатая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Взрослые жуки длиной 18-12 мм Распространен в Южной и Центральной Европе, на Европейской части России, в Крыму и на Кавказе В настоящее время ареал этой бронзовки расширен к северу Вонючая бронзовка живет в теплых областях региона Обитает в степных пустошах и на известковых землях Вид встречается также вблизи опушек леса и богатых цветами лугов Это блестящий черный жук На передней спинке имеется два пунктирных ряда из трех продольных белых пятен каждый По бокам от передней спинки от одного до двух мелких белых пятнышек На надкрыльях пятна расположены поперечно, беспорядочно Тело покрыто редкими короткими волосками У совсем старых экземпляров волосы часто стираются со временем Пегидий, задний отдел брюшка Включая тональное отверстие Может и яйцеклад Вылетает жук ранней весной Берет вонючей бронзовке с мая-июня по август Жуки активны днем в жаркую и солнечную погоду Чаще всего их можно увидеть на цветах растений Где они питаются, выедая внутреннюю часть цветков Взрослые жуки могут прилично вредить цветам Они не только поедают пыльцу Но и откусывают заодно пестики, тычинки и другие части цветов Таким образом могут губить некоторую часть будущего урожая Цикл развития у этих бронзовок год Развитие их происходит в почве с большим количеством растительного перегноя По опушкам лесов, в лесополосах и на хорошо унавоженных участках Спаривание происходит в июне Значение слова бронзовка в энциклопедическом словаре Браутгауза и Ефрона Определяется так Бронзовки – отряд желтокрылых, богатый видами род жуков из семейства пластинчатых усых Бронзовки отличаются плотным сложением и весьма разнообразной окраской Которая бывает то яркой, то матовой Взрослые жуки посещают освещенные солнцем цветы И, как кажется, питаются главным образом цветочной пыльцой Одни виды бронзовок очень обыкновенны и всем известны А другие – вредны Вот именно слово «вредны» как нельзя лучше подходит для вонючей бронзовки Среди растений они выбирают преимущественно соцветия чертополоха Питаются пыльцой, портят цветы плодовых деревьев и декоративных растений Отмечены на цветах разных сложноцветных растений На цветах кустарников, шиповника, боярышника, спиреи, крушины слабительной и татарского клена Иногда наносит ощутимый вред яблони, груши и розам Сильно вредит сельскому хозяйству Иногда в отдельные годы встречается в больших количествах и наносит ощутимый вред По мере отцветания одних растений переходят на цветки других Наиболее вредоносны в степной и лесостепной зонах Меры борьбы затруднительны, так как жуки достаточно активны И свободно перелетают на большие расстояния По-научному жук называется аксепторея фунеста Почему же все-таки вонючая? Тут на этот вопрос есть два ответа Так как мнения ученых расходятся, одни говорят, что если их подержать подольше в руках, то возникает стойкий неприятный запах Другие от того, что фунестус с латыни переводится как траурный, трагичный Но переводчик был некорректен и перевел как вонючий А насекомое и правда похоже на одетого в черный траур жука Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...